Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает Оксана. Как можно минимизировать потери для ребенка и для себя? Собираюсь выйти замуж и уехать за границу, но есть сын 14 лет, он живет постоянно с моими родителями из-за школы, в которую ходят. Я к нему приезжаю, но он ко мне на каникулах, иногда просто живет у меня. Поэтому при переезде не хочу его брать с собой, по крайней мере сейчас у него ответственный период в школе и т.д. Планирую навещать его на каникулах, но в сравнении переживаю, что отец мамы может плохо на нем сказаться, он почувствует себя проученным и так далее. При этом за мной тоже хочется создать семью и быть счастливой рядом со своим мужчиной. Подскажите, как можно сделать данную ситуацию менее травматичнее для всех? Может, стоит пойти вместе с ребенком к психологу? Оксана, первое, вы большая молодец, что задаетесь подобным вопросом, вот, вы большая молодец, что, ну, обращаете на это внимание, вот. По крайней мере, по крайней мере чувствуется, что вам не все равно, а это здорово, вот. Все же с ребенком вместе к психологу, наверное, идти не стоит, по крайней мере, ну, вот, в качестве, так скажем, первых разов, да, потому что все-таки и вначале лучше будет вам, ну, самой с психологом поработать, вот, а уже дальше, уже потом, когда вы поработаете, будете лучше какие-то вещи понимать, уже можно туда, в принципе, и с ребенком обратиться тоже, при условии, конечно, если он, ну, грубо говоря, этого хочет, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что, если, если ребенок, например, не захочет идти к психологу с мамой или захочет стать один, то это, соответственно, его выбор, который в данном случае здесь мы должны уважать, как минимум, вот. Так, поэтому, такой нюанс сбрасывать со счетов нельзя. Следующее, о чем хочется сказать. Чувство брошенности у детей, чувство брошенности у детей не возникает из-за их собственных ощущений, как правило. Чувство брошенности у детей возникает, когда это транслируется родителям, вот. То есть, если родители транслируют, что какое-то действие, можно интерпретировать, как то, что я тебя бросаю, вот. Либо, потому что хочу тебя наказать, либо, вот, в вашем случае, да, может быть, чувство вины перед ребенком, вот. То брошенность, ощущение брошенности появляется как результат именно той мысли, которую вы транслируете своему ребенку, а не его собственное ощущение. Так что, здесь, в первую очередь, есть ваше чувство вины перед ним, есть ваше, такая вот, ну, можно сказать, можно сказать, повторюсь, тенденция может быть к гиберопейке. Несмотря на то, что, казалось бы, вы живете, ну, живете отдельно, да, и, как бы, он не на расстоянии вытянуть руки от вас находится, но, тем не менее, все равно, может быть, именно поэтому, тенденция к гиберопейке присутствует. Вот, каким образом? Вы считаете, что ваш ребенок там, условно, не справится с чем-то, условно, там, обязательно будет расстраиваться и переживать. Это вот тенденция к гиберопейке, которая вызвана чувством вины. В данном случае, чувство вины связано с тем, что у вас сложились определенные жизненные обстоятельства. Хорошо это или плохо, они имеют никакого значения, обстоятельства, если обстоятельства, мы принимаем их, когда мы, если только человек их сам не хочет изменить. Вот, поэтому, данные обстоятельства возникли, появились и продолжают быть в силу ваших решений, в силу ваших выборов, в силу ваших ценностей, которые у вас есть. И вам бы эти ценности принять, принять свое решение, принять, что да, вы, может быть, не идеально делаете выбор, но делаете выбор, каким бы он ни был, и демонстрировать это своему ребенку. Чтобы ребенок чувствовал ваше уверенность, тогда брошенным он ощущать себя в любом случае не будет. Вы же, когда спариваете свое решение, и, соответственно, ребенок чувствует от вас подобную неуверенность, да, действительно может ощущать себя брошенным. Особенно, если вы сами считаете, что ваши действия, как бы, ну, приводят, могут привести к тому, что он будет брошенным. Дальше, ну, я не очень понял, почему вы с ребенком живете отдельно, пока вы еще не уехали. То есть, ну, хорошо, если вы уедете, да, я знаю, что, там, переезд, это, за границей, да, не всегда есть возможность сразу ребенка взять, это нормально. Ну, вот, ну, пока вы не уехали, почему вы живете раздельно, это непонятно. Следующее, на что хочу обратить внимание, значит, в вашей истории. Вы говорите, хочется создать семью и быть счастливой. Вот, а, штука в том, что создание семьи вас счастливой не сделает. Создание семьи это следствие, а не причина вашего счастья. Знаете, отношения с мужчиной могут перерасти в семью, как и, ну, как и естественное развитие, но не может быть самоцелью. Семья не может быть самоцелью, как и, эээ, как и счастье в семье не может быть, если человек сам по себе не счастлив. Поэтому здесь, эээ, нужно, эээ, максимально внимательно подходить к своим потребностям, целям и мотивациям. Опять же, к чувствам по отношению к человеку, да, если вы, эээ, встретили человека, который, ну, называет у вас симпатию, да, любовь и так далее, и так далее. То обратите внимание на то, эээ, в первую очередь, эээ, что вам хочется для него делать, как вы к нему относитесь, как вы его воспринимаете, а не на то, что с ним у вас может получиться семья, потому что может не получиться. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, да, вы имеете право быть счастливой, это правда. Но, судя по тому, как вы живете, что вы живете отдельно от своего сына и так далее, да, вот, какими, никакими бы ни были обстоятельства, семья в данном случае, ну, не является вашей сценой, что-то. Вот. Счастье, да, но не через семью, через семью счастье достичь невозможно, вот, поэтому здесь вот у вас есть такая вот деструктивная история. Опять же, быть счастливой пишите вы рядом со своим мужчиной, то есть это прямой путь к зависимости, по крайней мере, исходя из того, что вы пишете, вот. Вот. То есть пока я рядом с тобой, я счастлив. Ну, как бы эта позиция, я повторюсь, деструктивная. Ну, и, наконец, последнее. Будьте с ребенком откровенным, говорите о том, что вам хочется, говорите о том, что вы хотите для себя и для него, и будьте с ним, условно говоря, в контакте, в эмоциональном, чувственном контакте. И он не будет тогда ощущать себя брошенным, потому что будет знать и ощущать то, что с вами происходит, вот. Он подросток, сейчас для него вы не являетесь самым главным в жизни, но являетесь важным человеком. Поэтому в этом возрасте не столько важно, не столько важно присутствие, именно вот физическое, сколько важно отношение и поддержка. То есть поддерживать, поддержать человека в этом возрасте, да, как бы дать ему опору психологическую, это важнее. А это можно сделать, в принципе, на расстоянии, вот. Поэтому тут момент такой. Дальше. Почему вы, в принципе, считаете, что у вас ребенок будет чувствовать себя брошенным, если вы верите? Из чего вы делаете такой вывод? У вас уже был опыт или что? Если что-то такое есть, то это нужно разобрать, потому что... Это очень важный момент. Если уже был опыт, что ребенок чувствовал себя брошенным, это серьезная проблема. Если в данном случае запросы ваши страхи, ну, это только ваши страхи есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.